Это новость ОТС. Мы продолжаем. В Новосибирске открывает штаб по набору волонтеров на Всемирную универсиаду. Студенческие соревнования планетарного масштаба пройдут в Красноярске в марте 2019 года. Съемочную группу нашего канала пригласили в город на Енисеи, чтобы показать строящиеся спортивные объекты и получить мастер-классы от чемпионов. Как научили бороться и терпеть? Верить в свои силы и побеждать. До первых стартов еще больше года, но об универсиаде в городе знает каждый школьник. Ролики крутят по местным телеканалам, а на открытых уроках физкультуры можно часто увидеть победителей Олимпийских игр. Они, официальные послы соревнований, уверены, все пройдет на высшем уровне. Здесь с морозами нормально, снег-то точно будет. У нас народ даже без спортивных объектов провел универсиаду. У нас русский человек может и умеет проводить большие мероприятия. Для проведения мероприятий возводят стадионы, ледовые дворцы, лыжные и биатлонные комплексы. Всего 9 видов спорта. Одну победу Красноярск уже одержал. В этот список включили хоккей с мячом, в котором шансы на золото у сборной России выше всех. У строителей много времени в запасе, но тянуть они не собираются. Большинство объектов откроют до начала лета. Этот стадион называется Платинум-арена. 7 тысяч зрителей и огромный видеокуб. Именно здесь пройдут церемонии открытия, закрытия, а также соревнования по фигурному катанию. У Игоря же есть свой символ – собака Юлайка, которая охотно фотографируется с гостями города и даже может составить компанию для игры в керлинг. Когда приедут спортсмены, в такие наряды оденут десятки человек. Волонтеров нужно много. Не только студентов, но и, как здесь говорят, людей серебряного возраста. Будут в ближайшее время во всех сибирских городах, особенно в Новосибирске, будет открыт штаб по набору волонтеров. Поэтому заходите на сайт, заполняете заявку и с вами свяжутся, и в ближайшее время вам пригласят в штаб по набору. Куда волонтеров не пригласят точно, так это в лабораторию. Пока в будущем медицинском центре расхаживают строители. На играх доступ будет только у допинг-офицеров. После известных событий с контролем за спортсменами в России не шутят. Пробы будут забираться здесь и в месте проведения соревнований. А уже исследовать их будет специальная лаборатория, которая будет иметь на это соответствующую аккредитацию. 5 декабря Международный олимпийский комитет решит допускать три российских спортсменов на Олимпиаду в Корее. А вот в Красноярск-Новосибирцы поедут точно. Девиз студенческих игр – это наша зима. Сергей Толмачев, Александр Ведерников и дирекция Всемирной универсиады. Новости ОТС.